Мир через силу. Дональд Трамп представил Америке новую стратегию национальной безопасности США. Кого назвали врагами и с кем теперь будут бороться Штаты? Дмитрий Анопченко побывал на представлении исторического документа. Дональд Трамп. Стратегию национальной безопасности ключевые ведомства Америки. Госдеп, Пентагон, Минфин и даже ЦРУ готовили последние полгода по поручению Конгресса. Именно она становится основой для принятия любых стратегических решений. В этом документе при любой администрации традиционно друзей называют друзьями, врагов врагами, чтобы американцы понимали, кого Соединенные Штаты будут поддерживать, а с кем бороться. Но в этот раз от использования слова враг специально воздержались. Северную Корею и Иран в документе назвали странами-изгоями, а Москву и Пекин главными конкурентами. Записали три самых главных вызова для Америки. Усиление влияния России и Китая, действия Ким Чен Ына и международные террористические организации. Причем именно в таком порядке. Россия и Китай бросают вызов американскому влиянию, ценностям и благосостоянию. Мы попытаемся наладить партнерство и с этими, и с другими странами, но таким способом, чтобы защитить наши национальные интересы. Приоритетов в стратегии Трампа четыре. Защита американцев, повышение их благосостояния, защита мира с помощью силы и продвижение американского влияния. Трамп записал стратегию и все свои предвыборные обещания. Строительство стены на южной границе, конец миграции по цепочке и ужасной визовой лотерее. Отдельный раздел – борьба с кибератаками. А еще в Вашингтоне видят попытки подорвать демократию через СМИ и соцсети. И снова, как и в советские времена, думают о контрпропаганде в ответ на пропаганду. Россия в этом документе упоминается свыше двух десятков раз. Чаще только сами Соединенные Штаты. И формулировки очень жесткие. Вот просто процитирую. Соединенные Штаты и Европа будут вместе работать над сдерживанием агрессии России. Вот еще. Соединенные Штаты обещают укреплять оборону на восточном фланге НАТО и, цитата, «помогать союзникам более эффективно защищаться». И хоть слово «Украина» здесь напрямую не упоминается, намек понятен. Из Вашингтона Дмитрий Ановченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала «Интер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова